От имени менеджмента. Это рассказ об одном менеджере, настоящем мужике, который умел отстаивать свою позицию до последнего. Я слышал ее от Салли Магана лично, то есть вживую, и слова все его, а если это мое повествование в чем-то грешит против правды, то в этом нужно винить только мою память. Знаете, я не зря с самого начала подчеркиваю мужские качества этого менеджера. По убеждению Салли, такими качествами женская половина человечества не обладает, совсем наоборот. Женщина-менеджер, по его словам, постоянно на всем экономит, откладывает на черный день, в общем, своими сделками и ухищрениями, угнетающе действует на домочадцев и косо смотрит на цент, брошенный в шляпу уличному скрипачу, чтобы под его музыку выбросить хоть одно коленце джиги на скучном, бесплодном жизненном пути. Поэтому ее мужчины ее боготворят, восхваляют ее до небес, а потом незаметно выходят через черный ход, чтобы посмотреть, как сестры Гейлхулли исполняют свой зарихватский танец. В общем, мужчина-менеджер, я все еще цитирую Салли, это цезарь без брута. Он диктатор, не несущий ни за что ответственности, игрок, который никогда не рискнет собственной ставкой, его обязанность предписывать, воздействовать, шуметь, развертываться, блистать, если, конечно, он способен на это. Оплачивать счета, сидеть из-за полученных результатов — это дело начальства, а его дело — видеть, где можно рискнуть, быть апофеозом спектакля, главным горючим для суматохи. Мы сидели за ланчем, а Салли Маган рассказывал. Я требовал подробностей. «Мой старый друг Денвер Гэлловей был прирожденным менеджером», — говорил Салли. «Он впервые увидел неоновый свет в Нью-Йорке, когда ему было три годика. Он родился в Питтсбурге, но его родители перебрались на восток в третье лето после его появления на свет. Когда Денвер подрос, он связал свою судьбу с бизнесом менеджмента. Восемь лет он управлял газетным киоском, который принадлежал Даго. После этого в разное время он был менеджером катка в платной конюшне, в павильоне азартной игры «Полиси», в ресторане, в академии танца, матча по ходьбе, дутой компании, магазине одежды, в дюжине отелей и летних курортах, в страховой компании и возглавлял избирательную компанию одного лидера местного значения. И эта компания, после того, как в Истсайде был избран Куглин, стала для него ускорителем. Он получил работу менеджера в одном отеле на Бродвее, даже одно время возглавлял избирательную компанию в девятнадцатом веке сенатора О'Грэдди. Денвер был законченный нью-йоркец. Думаю, что он выезжал из города всего пару раз до того времени, о котором я хочу рассказать. Один раз на кролищу охоту в Йонкерсе. Во второй раз я встретил его в тот момент, когда он сходил с парома на Норд-Ривер. «Вот побывал на Западе. Совершил большое путешествие Салли-старина», — сказал он мне. «Боже правый Салли, я и понятия не имел, что у нас такая большая страна. Она небольшая, просто огромная. Никогда не думал, какой у нас великолепный Запад. Блистательный, славный, безграничный. По сравнению с ним Восток такой маленький, такой тесный. Великое дело попутешествовать по стране, чтобы получить представление о том, какая она большая и сколько у нее природных ресурсов. Я и сам немного попутешествовал, выезжал в Калифорнию, добрался до Мексики и проехал через всю Аляску. Поэтому с удовольствием сел с Денвером, чтобы послушать его рассказ о том, что он видел». «Ты, конечно, побывал в Йозмайте, не так ли?» «Ну, не думаю», — ответил Денвер. «Во всяком случае, не помню». «Видишь ли, у меня всего было три дня, и я не добрался на Западе, дальше Янгстауна, штат Огайо». Два года назад я приехал в Нью-Йорк, прочитав на липучке для мух предложение о слюдяной шахте в Тенниси, как превратить тусклую слюду в красивое, залитое солнцем окно и на этом неплохо заработать. Я выходил из типографии однажды после полудня с пачкой красивых липких проспектов, когда столкнулся на улице с Денвером, выходящим из-за угла. Никогда я еще не видел его таким, но просто благоухающий цветочек. Он был красив, как новая подставка для вьющегося сладкого горошка, и такой же разухабистый, как соло, исполняемая на кларнете. Мы обменялись рукопожатиями. Он спросил, чем я занимаюсь. Я в общих чертах рассказал ему о том, какой переворот намерен совершить в области добычи слюды. — К черту! — К черту твою слюду, — презрительно сказал Денвер. — Неужели ты, Салли, собираешься взламывать сейф нашего старого маленького Нью-Йорка с таким прозрачным материалом, как слюда? Ты ничего получше придумать не мог? Ладно. Пошли со мной в отель «Брунсвик». Такой человек, как ты, мне как раз нужен. Там у меня есть кое-что. — Курчавенькие, с краской на волосах. Я хочу, чтоб ты взглянул. — Ты что, вкладываешь деньги в «Брунсвик»? — Не цента весело ответил Денвер. Деньги вкладывает синдикат, который им владеет. Я только менеджер. Брунсвик отнюдь не был типичным бродвейским кабаком с расставленными повсюду пальмами в бочках, растениями и цветами вместе с образцами одежды. В общем, смесью зеленых лужаек с прачечной. Он находился на одной авеню из Цайда и был солидным старинным караван-сараем, то есть большой гостиницей, в которой могли позволить себе останавливаться такие люди, как мэр Скенителса или даже губернатор штата Миссури. Восемь этажей ввысь с полосатыми навесами и столькими электролампочками, что ночью становилось светло, как днем. «Я уже год как менеджер здесь», — продолжал Денвер, когда мы подходили к отелю. «Когда я начинал здесь работать, ничто и никто не желали там останавливаться, в этом Брунсвике. Неделями никто не заводил часы на конторке администратора. Однажды прямо перед ним упал человек из-за сердечного приступа, и пока они, наконец, подошли к нему, то тот, очухавшись, уже был от них на расстоянии двух кварталов. Я придумал план, каким образом привлечь торговлю Южной Америки и Вест-Индии. Я убедил владельцев вложить еще несколько тысяч долларов и потратил весь этот капитал до последнего цента на приобретение электрических лампочек, перца из каены, золотой фольги и чеснока. Я нанял испаноговорящих служащих и струнный оркестр, пустил слушок о том, что скоро каждое воскресенье в подвале отеля будут проходить петушиные бои, а то я не знаю, чем привлечь всю эту коричневую, как орех, банду. Теперь все доны-сеньоры от Гаваны до Патагонии знают о существовании Брунсвика. Когда мы подошли к отелю, Денвер остановил меня у входа. «Там внутри, — сказал он, — в небольшом кожаном кресле справа сидит красновато-коричневый цветной. Ты тоже там где-нибудь сядь и понаблюдай за ним несколько минут. После скажешь, что ты о нем думаешь». Я сел на свободный стул, а Денвер в это время циркулировал по большой ротонге. В холле в самом деле было полно курчавых кубинцев и других латиноамериканцев всех мастей, атмосфера была поистине интернациональной, пропитана сигаретным дымом, запахом чеснока и освещаемая вспышками бриллиантовых колец. «Да, на этого Денвера Гэллоуэя было любо-дорого посмотреть. Высокий, шесть футов, два дюйма, рыжеголовый, розовощекий и загорелый. А какой у него был важный вид! Придворный Сент-Джеймского двора, Чонси Олкотт, полковник из штата Кентукки, граф Монте-Кристо, солисты Гранд-Опера, все они напоминали его, когда он кого-нибудь приветствовал или отдавал распоряжение. Стоило ему лишь поднять палец, как все посыльные разбегались от страха по сторонам, как тараканы. И даже клерк, сидевший за конторкой, казался таким робким и смущенным, как Энди Карнеги. Денвер обходил по кругу всех гостей, пожимая каждому руку, и произносил при этом с таким величием два-три известных ему испанских слова, словно он находился на генеральной репетиции Брайанского празднества барбекю в Техасе. Я внимательно следил за этим маленьким человечком, о котором он мне говорил. Это был маленький иностранец в двубортном сюртуке, который не мог даже дотянуться носками до пола. Этот малый был цветной, а его усы были похожи на мягкую стружку красного дерева. Он дышал с трудом и не отрывал взгляда от Денвера. На лице у него было написано такое восхищение, такое уважение, как у мальчика, который воочию видит перед собой чемпиона по бейсболу, или как у кайзера Вильгельма, когда тот любуется собой, глядя в зеркало. После того, как Денвер завершил свой обычный обход, он повел меня в свой кабинет. «Ну, что скажешь по поводу этого заморыша, понаблюдать за которым я тебя попросил?» «Ну, начал я. Он принимает тебя за великого человека, у которого девять комнат вместе с ванной в чертоге славы, освобождение от уплаты ренты до первого октября. Вот примерно, каков твой масштаб в его глазах». «Да, ты верно ухватил мою идею», — сказал Денвер. «Он увидел во мне кудесник, проникся моим мистическим взглядом. Очарование, которое излучает ваш покорный слуга, обволакивает его, словно туман с Норд-Ривер. Кажется, он понял, что сеньор Гэлловей — это тот человек, который ему нужен». «А теперь, Салли», — продолжал Денвер, «если я спрошу тебя, как ты думаешь, кто этот маленький человечек? Что ты мне скажешь?» «Ну, предположим, парикмахер. А если он королевских кровей, то король сапожной ваксы». «Никогда не суди по внешнему виду», — сказал Денвер. «Он темная лошадка на президентских выборах в одной из южноамериканских республик». «Тогда», — сказал я, — «он не так плохо выглядит в моих глазах». Денвер пододвинул ко мне поближе свой стул, поделился своим замыслом. «Салли», — серьезно начал он с присущим ему легкомыслием, «я был менеджером и того, и другого, и третьего более двадцати лет. Я всегда стремился заставить кого-нибудь вложить свои деньги в бизнес, а я буду следить за ремонтом, за налогами, приглядывать за полицией. Я в жизни никогда не вложил ни одного своего доллара, я не знаю, что такое зуд дилера, когда держу в руке собственную монету. Но я могу заниматься делами других, управлять чужими предприятиями. У меня всегда была тщеславная мечта заполучить в руки нечто большее, чем отель или лесной склад или местная политика. Я всегда хотел стать менеджером чего-то гораздо более высокого, скажем, железной дороги, треста драгоценных камней или автомобильной фабрики. И вот теперь появляется этот сморчок из тропиков и предлагает мне такую работу, предлагает то, что я хотел. «Какую же работу?» — спросил я. «Может, он собирается возродить министрелей в штате Джорджия или открыть сигарную лавку?» «Не такой дурак», — сурово оборвал меня Денвер, «это генерал Ромпиро, генерал Йоси Альфонсо Саполео, Юда Анна Ромпиро, полностью его имя, которое набирает на визитках опытный мастер. Этот человек салит то, что нужно. Он хочет, чтобы я управлял его компанией, он хочет, чтобы Денвер К. Гэлловей стал президент-мейкером». «Да только подумай об этом, Салли. Старина Денвер отправляется в тропики, где одной рукой будет срывать цветы лотоса и собирать ананасы, а другой — лепить президентов». «Дядя Марк Ханна сошел бы от такого с ума? И знаешь, Салли, я хочу, чтобы со мной туда поехал и ты. Ты мне там поможешь куда больше, чем любой другой. Я пас этого коричневого, как орех малого, в отеле целый месяц, чтобы он, не дай Боже, не заблудился на 14-й улице и чтобы его не связала толпа беженцев, этих любителей толченой кукурузы с мясом и жгучим красным перцем. И вот он у меня в руках. А Денвер К. Гэлловей становится менеджером генерала И.А.С.Ю.А. Ромпиро, менеджером президентской компании в Великой Республике, как черт подери она называется. Денвер взял с полки Атлас, и мы вместе стали искать эту несчастную страну. Вот она, помечена темно-синей краской на западном побережье, размером с почтовую марку для особых отправлений. Из того, что мне говорил генерал, продолжал Денвер, и судя по тому, что мне удалось раскопать в энциклопедиях и выявить в беседе с швейцаром Астерской библиотеки, то будет нетрудно осуществить голосование в этой стране. А почему генерал Ромпиро сам не остался дома, поинтересовался я? Почему он сам не стал менеджером своего предприятия? «Ты, Салли, к сожалению, не знаешь, что такое латиноамериканская политика», сказал Денвер, доставая для нас по сигаре. Генерал Ромпиро имел несчастье стать популярным эйдолом. Он отличился тем, что со своей армией удачно преследовал двух матросов, которые украли Алазу, ах, карамба или что-то такое, что принадлежало правительству. Народ назвал его своим героем, но это вызвало ревность со стороны правительства. «Президент послал за главой Департамента общественных зданий «Ну-ка, найди мне хорошую, чистую, приятную стену», приказал он ему, «и поставь к ней сеньора Ромпиро. Потом вызовем расстрельный взвод». «Мы таким же образом поступили с Гобсоном и Кэрри Нейшн в своей стране», уточнил Денвер. «Поэтому генералу пришлось бежать». Но он был настолько предусмотрительным, что захватил с собой свои золотые кругляшки. У него теперь столько этих мускулов войны, что он может запросто купить линкор и отправить его в боевое крещение. «Ну и каковы его шансы стать президентом?» «Разве я еще не назвал тебе его рейтинг?» спросил Денвер. «Его страна одна из немногих в Южной Америке, где президенты избираются всеобщим голосованием. Генерал в данное время не может туда отправиться. Все же больно, когда тебя расстреливают у стены. Ему нужен менеджер компании, который туда поедет и все приготовит для него на месте. Ну, выстроит всех в линейку, станет раздавать направо-налево двухдолларовые купюры, целовать, как полагается, младенцев и детишек постарше, в общем, приводить всю избирательную машину в должный порядок». «Салли, я не хочу хвастаться, но разве ты не помнишь, как я в последнюю минуту сделал лидером Гуглина в девятнадцатом округе? Ведущий район стал в результате нашим. Неужели ты думаешь, что я не сумею справиться с этой маленькой, похожей на обезьянью клетку, страной? С деньгами генерала, с которыми он так легко расстается, я мог бы дважды намазать его всего дорогостоящим японским лаком, выдать за белого и сделать губернатором штата Джорджия. У Нью-Йорка самый лучший менеджер разбирательной компании в мире — Салли. И, как мне кажется, ты принижаешь мой престиж, когда подвергаешь сомнению мою способность взять в руки политическую ситуацию в такой маленькой стране, что все ее названия городов приходится печатать либо в сносках, либо в приложении к картам. Я немного поспорил с Денвером. Попытался убедить его в том, что политика в этом тропическом полушарии совсем не такая, как в девятнадцатом округе. И я с таким же правом мог бы назвать себя конгрессменом от Северной Дакоты, пытающимся завладеть маяком и инспекцией океанского побережья. Но у Денвера Гэллоуэя были свои высокие амбиции в области менеджмента, и то, что я говорил ему, его нисколько не убеждало. Все мои слова были для него фиговым листочком на Национальном конгрессе портных. «Даю тебе три дня на размышления по поводу твоей поездки», — сказал напоследок Денвер. «Завтра я представлю тебя генералу Ромпиро, так что ты сможешь получить все объяснения из первоисточника». На следующий день я надел свой лучший костюм для приемов на манер вашингтонских бухгалтеров и отправился к этому каучуконосу, чтобы сразу же сразить его. Генерал Ромпиро оказался не столь мрачным изнутри, каким казался снаружи. Он был со мной довольно вежлив, но извлекал из себя звуки, требовавшие немалых усилий для их расшифровки и приведения в подобие человеческого языка. Он, вероятно, нацеливался на английский, и когда его своеобразная синтаксическая система наконец достигала вашего сознания, то разобрать в этом кое-что все же было можно. Если взять эссе, написанное профессором колледжа для журнала и те выражения, которые использует китаец, стирающий в прачечное белье для объяснения, куда пропала ваша рубашка, и все это соединить вместе, то вы получите приблизительно то, что генерал приберег для беседы. Он долго рассказывал мне о кровоточащей своей родине, о том, сколько они пытались для нее сделать до прихода доктора. Но больше всего он говорил о Денвере Кагелловее. «Ах, сеньор», — говорил он, «это самый расчудесный человек. Никогда я еще не видел такого великолепного человека, такого великого, такого ловкого, умеющего заставить других быстро исполнять все, что он требует. Он заставит других действовать, а сам будет отдавать приказы и все регулировать. И будет это делать до тех пор, покуда мы не добьемся заметных положительных результатов. Да-да, сеньор, в моей стране, уверяю вас, нет таких великих людей, умеющих так убедительно говорить, раздаривающих такие комплименты, обладающих таким благоразумием и все такое прочее. Ах, этот сеньор Гэлловей!» «Да», — поддержал я его. «Старина Денвер — парень, что надо, и именно такой вам и нужен. Он управлял здесь любым бизнесом, кроме флибустьерства, и способен дополнить этот список». Я не стал ждать окончания трехдневного срока и решил принять участие в компании Денвера. От своих хозяев Денвер получил трехмесячный отпуск. Целую неделю он жил в одном номере с генералом и узнавал все чрезвычайно важное о его стране, о чем можно было догадываться по шуму за дверью. Когда мы были уже готовы приступить к практическому исполнению нашего плана, у Денвера карман был набит разными меморандумами, письмами генерала к его друзьям, списками имен и адресов лояльных генералу политиков, которые наверняка помогут усилить популярность этого народного идола. «Кроме всех этих обязательств мы увозили с собой активы в виде двадцати тысяч долларов в американской валюте». Генерал Ромпиро был похож на обуглившиеся изваяния, но он становился хитрым лисом, когда дело доходило до реальной научной политики. «Вот деньги», — сказал генерал, — «правда немного. У меня есть больше, значительно больше. Вы получите очень много денег, сеньор Галловей. Я пришлю их вам, когда они потребуются. Я готов выложить пятьдесят, даже сто тысяч песо, если потребуется, чтобы только быть избранным». «Почему бы нет?» «Черт подери! Если я, став президентом, не смогу сделать себе миллиона долларов, то можете сейчас же пнуть меня в бок. Видит Бог!» Денвер с помощью кубинской машинки для изготовления сигар составил кодовый шифр из английских и испанских слов и отдал генералу копию. Таким образом, мы сможем посылать ему секретные донесения о предстоящих выборах, а он нам высылать больше денег. Ну, теперь все было готово, можно было приступать. Генерал Ромпиро лично проводил нас до парохода. На пристани он крепко обнял за талию Денвера и прослезился. «Благородные вы люди!» говорил он. «Генерал Ромпиро доверяет вам, а вы доверяете ему. Поезжайте своими святыми руками, выполните эту работу для вашего друга. Вива ла либертад!» «Несомненно», сказал Денвер. «Вива либеральность, мыло про запас, вива земля лотоса, голосующая за нас. Не беспокойтесь, генерал, мы вас изберем. Это так же ясно, как и банан растет к низу». «Нарисуйте на меня!» «Нарисуйте!» вдруг попросил генерал. «Чего это он хочет?» удивился Денвер, замаркав глазами. «Татуировку, что ли, ему сделать?» «Глупец! Он хочет, чтоб ты нарисовал ему цифру той суммы, которая понадобится там для выборов. А это будет для него поболезненнее татуировки. Будет скорее смахивать на вскрытие». Мы с Денвером на пароходе добрались до Панамы, потом через канал проехали по перешейку, после чего повернули вниз к городу Эспириту, расположенному на побережье родной страны генерала. Этот город вызвал бы брюзгливое ворчание и у Ди Говарда Пейна. Я расскажу вам, как сделать нечто подобное. Нужно взять как можно больше филиппинских хибар, две сотни печей для обжига кирпича и все это разместить в виде квадратов на кладбище. «Вывезите на тележках все сохранившиеся растения в теплицах Астера и Вандербильда и утыкайте ими землю повсюду, где есть свободное место. Выведите всех пациентов Нью-Йоркской больницы Бельвью, всех участников съезда Бродобреев и учащихся школы Таск-Джи на улице, догоните температуру на градуснике до 120 по Фаренгейту, поместите гряду скалистых гор позади, все это обильно полейте дождями, сымитируйте весь бизнес на Рокковей-Бич в середине января и вы получите точный портрет города Эспириту». На акклиматизацию у нас с Денвером ушла неделя. Денвер рассылал по адресам письма генерала и сообщал остальной банде о том, что происходило в офисе капитана. Свою штаб-квартиру мы разместили в одном ветхом домишке на боковой улочке, там, где трава вымахала по пояс. До выборов оставалось четыре недели. Но никакого ажиотажа вокруг не наблюдалось. Местным кандидатом в президенты был человек по имени Роадрикиз. Эспириту был такой же столицей страны, как и Кливленд, штат Огайо, столицей Соединенных Штатов. Но это был важный политический центр, где готовились революции и обделывались все дела. В конце недели Денвер сказал, что избирательная машина заработала. Сальи выдал он. Мы здесь одержим легкую победу. Но так как генерал Ром Пиро совсем не местный Дон Жуан, то толпа на него не реагирует. Здесь царит полная апатия. Такую проявляет провинциальный делегат при проповеди капеллана. Так что нам нужно добавить огня в вялотекущую избирательную кампанию, и мы всех удивим, когда избиратели придут к урнам. «Ну и как это ты собираешься делать?» спросил я его. «Как, как, как обычно», заверил меня удивленный Денвер. «Мы перетаскиваем всех ораторов на свою сторону, и они каждый вечер произносят пламенные речи на родном наречии. А мы под тенью пальм устраиваем шумные парады, раздаем бесплатную выпивку, скупаем, само собой, все духовые оркестры, но поцелуем и детишек придется заняться тебе, Салли. Их тут должен сказать хоть пруд пруди». «Ну а еще что», поинтересовался я. «Как что?» переспросил Денвер. «Мы привлечем всех местных целителей, пообещав им пару глотков виски, будем раздавать наряды на уголь, бесплатные заказы в бокалейных лавках, организуем пару пикников под банановыми деревьями, танцы в пожарной команде, ну и все такое прочее. Но прежде всего, Салли, я намерен устроить грандиозный пикник на морском берегу, такой, которого еще никогда не было к югу от тропика Козерога. Я все обмозговал с самого начала. Мы набьем животы всех жителей города и туземцев из джунглей моллюсками с нескольких километров пляжа. Это первое в моей программе. Может, пойдешь и сейчас же приступишь к организации этого великого события, а? А я тем временем взгляну на подсчеты генерала в отношении голосов, которые он намерен получить в прибрежных районах. В Мексике я немного выучил испанский и отправился, как сказал мне Денвер. На минут через пятнадцать я вернулся в штаб-квартиру. Может, в этой стране и есть съедобный морской моллюск, но его здесь никто не видел, сказал я. Это что еще за новость, воскликнул Денвер, широко открыв от удивления рот и вытращив на меня глаза. Как это так нет моллюсков? Где вы видели в мире страну, в которой нет съедобных моллюсков? Что это за выборы? Да и как их проводить, если не устроить пикника на морском берегу с печеными моллюсками. Хотелось бы мне знать, Салли, ты уверен, что их нет? Их нет даже в банках, ответил я. Тогда ради Бога скорее отправляйся туда и выясни, что же здесь ест народ. Надо же набить их желудки какой-то жратвой. Я снова вышел, через час я вернулся. Вот что они едят, сказал я и начал перечислять. Черепах, маниоку, козлятину, курицу с рисом, авокадо, югку, печеные яйца. Если они жрут все это, то не так просто будет заполучить их голоса. Через несколько дней в Эспириту стали прибывать менеджеры по проведению избирательной кампании из других городов. Наша штаб-квартира превратилась в гудящий улей. У нас был свой переводчик, вода со льдом, выпивка, сигары. А Денвер так часто обращался к золотым кругляшкам генерала, что их запас истощился до такой степени, что на него теперь можно было бы купить всего один голос в штате Огайо. Тогда Денвер отбил телеграмму генералу Ромпиро с требованием немедленно выслать десять тысяч. И вскоре их получил. В Эспириту было несколько американцев. Но все они занимались бизнесом или принимали участие в каких-то проектах, и поэтому в политику не вмешивались, что было весьма благоразумно с их стороны. Но они устраивали для нас с Денвером приятное времяпрепровождения и всегда заботились о том, чтобы у нас была приличная еда и отличная выпивка. Среди них был один по имени Хиггс, который обычно приходил к нам и слонялся без дела в штаб-квартире. Ростом в нем было шесть футов и четыре дюйма, а весил он сто тридцать пять фунтов. Он любил какао, но местная лихорадка и плохой климат выжили из него все соки. Говорят, он не улыбался вот уже восемь лет. Лицо у него было вытянутое, не менее трех футов в длину, но всегда было абсолютно неподвижным, за исключением того момента, когда он открывал рот, чтобы проглотить таблетку хинина. Хиггс любил сидеть в нашей штаб-квартире, бить блох и выражать свой сарказм. «Меня политика не очень интересует, однажды, сказал он, но мне очень хочется, чтобы вы сказали мне, что вы тут пытаетесь сделать, Гэлловей. Мы поддерживаем кандидатуру генерала Рампира, ответил Денвер. Мы намерены посадить его в президентское кресло». «Ну, продолжал Хиггс, я на вашем месте не очень бы с этим торопился. У вас еще уйма времени, знаете ли». «Не меньше, чем требуется», отрезал Денвер. Денвер продолжал в том же духе и делал все, чтобы дело шло гладко. Он из-под тишка раздавал деньги своим помощникам и те гурьбой постоянно ходили за ним. Каждому жителю города предлагалась дармовая выпивка, духовые оркестры играли каждый вечер, организовывались фейерверки, а куча целителей бродила по улицам города, скупая голоса день и ночь во имя провозглашения новой политики в эспириту. И всем это очень нравилось». Наконец приблизился день выборов. Четвертое ноября. Накануне вечером, когда мы с Денвером раскуривали свои трубочки, сидя в нашей штаб-квартире, туда явился Хиггс и, расслабившись, сел с печальным видом на стул. Денвер был весел, в радостном, приподнятом настроении. «Ромпиру выиграет без особого труда», сказал он. «Мы победим с перевесом в десять тысяч. Все предусмотрено, остается лишь кричать «здравицы». Завтра все и состоится». «А что состоится завтра?» спросил Хиггс. «Так что?» «Президентский выбор, разумеется», ответил Денвер. «Послушайте», сказал Хиггс с лукавым видом, «разве никто из этих парней вам не сказал, что выборы прошли за неделю до вашего приезда?» «Конгресс своим решением перенес дату на двадцать седьмое июля». Родрикос был избран большинством в семнадцать тысяч голосов, а я-то думал, что вы ведете пропаганду за избрание «Ромпиру» на следующий срок, то есть через два года. Просто страшно удивлялся, для чего поднимать всю возню так рано, можно сказать, заблаговременно. Трубка выпала у меня из рук Денвер откусил черенок своей. Оба мы молчали. И вдруг я услышал звук, словно кто-то отодрал дранку с крыши сарая. Это засмеялся Хиггс, засмеялся впервые за последние восемь лет. Салли Маган молчал, когда официант наливал ему в чашку черный кофе. Да. Ваш друг на самом деле был удивительным менеджером. Не торопитесь, сказал Салли. Я еще не сказал вам, что из этого всего вышло. Все еще впереди. Когда мы вернулись в Нью-Йорк, генерал Ромпиро ожидал нас на пристани. Он не стоял на месте, а постоянно пританцовывал, словно медведь светло-коричневой масти, и с нетерпением ожидал желанной вести. Потому что Денвер только сообщил ему о нашем приезде и больше ничего. Ну, меня избрали, завопил он. Меня избрали, друг мой. Потребовала ли моя страна избрать меня президентом? На днях я отправил вам свой последний доллар. Теперь просто необходимо, чтобы меня избрали, чтобы я стал президентом. У меня больше нет денег. Так меня избрали, сеньор Гэлловей? Денвер повернулся ко мне. Ну-ка, Салли, остави нас с генералом Ромпиро наедине. Нужно будет как-то помягче сообщить ему об этом. Неприлично, если кто-то еще станет очевидцем этой тягостной сцены. «Сейчас наступает такой момент», продолжал Денвер, «когда Денверу нужно стать таким милым, сладкоречивым колдуном, в противном случае придется отказаться от всех своих заслуженных медалей». Через пару дней я пришел в отель. Денвер находился на своем обычном месте, и он выглядел героем из двух исторических романов. Всем с удовольствием рассказывал, как он прекрасно провел время на своей апельсиновой плантации во Флориде. «Ну, все обошлось с генералом, не так ли?» спросил я его. «Ты еще спрашиваешь?» хладнокровно ответил он. «Пойдем, сам увидишь». Взяв меня под руку, он повел меня к двери ресторана. Там мы увидели небольшого толстенького человечка шоколадного цвета в парадной форме. Лицо у него сияло от радости, когда он, раздуваясь от гордости, ловко скользил по ресторанному паркету с подносом в руках. Провалиться мне на этом месте, «Но Денвер на самом деле сделал генерала Ромпиро главным официантом отеля Брунсвик». «Ну, а мистер Гэллови все еще в этом бизнесе? По-прежнему занимается менеджментом?» спросил я, когда Маган закончил свой рассказ. Салли покачал головой. «Денвер женился на богатой вдовушке с золотисто-каштановыми волосами и теперь является владельцем отеля в Гарлеме. Иногда он там помогает своим служащим». и «Щ to clue». «Эван пандемета». «Эван о бис лев 6 гв « инга». Эван